Микрорайон Супонева Дорожные работы ведутся крайне медленно. Жители обеспокоены, что транспортный коллапс продолжится и в следующем году. В самом микрорайоне также отсутствует необходимая дорожная и транспортная инфраструктура. Нет остановочных павильонов, кругом только частные платные парковки. Да и детские площадки требуют ремонта. Жителям негде гулять с детьми и не хватает озеленения. Есть и еще одна серьезная проблема. По проекту планировки территории предусматривались некоторые объекты, которые до сих пор не приступили. Допустим, мы должны были иметь парк, экстрим парк запланирован. Нам уже комитет лесного хозяйства передал земли администрации в бессрочное пользование. Но пока у нас нет даже проекта освоения лесов. То есть надо решать вопрос финансирования. В итоге 22 гектара леса остаются неблагоустроенными. По словам главы, самое время делать парковую зону. Чистить территорию от незаконных построек, прокладывать дорожки, устанавливать опору освещения. Эти проблемы достались округу по наследству. От застройщика и прежней городской администрации. Глава осмотрел все проблемные точки. Пообещал навести порядок на этой территории. Мы сейчас оперативно подготовим дорожную карту по всем тем вопросам, которые были сегодня озвучены. И закрепим на ответственных исполнительные сроки. Вот мне передали целую карту микрорайона. Здесь около 20 позиций. Никаких чудес не бывает. Все прекрасно понимают, что этими проблемами надо было заниматься. В последние десятилетия. Но так уж сложилось, что они достались нам. Поэтому шаг за шагом, системно будем выруливать ситуацию, как говорят в народе. И начнем чаще встречаться с жителями. Создадим рабочую группу. Жители также пожаловались на нехватку медицинской помощи. Единственную больницу так и не достроили. А потом и вовсе передали пенсионному фонду. Обеспокоены также низким качеством питьевой воды. Из-за повышенной жесткости, осадок и испорченная сантехника. Впоследствии того, что водоканал, к сожалению, оказался тоже в частных руках. И здесь уже налицо конфликт интересов. Жителям нужна чистая вода. Для этого нужно вкладывать деньги в сети, модернизацию водозаборных узлов, в станции очистки. А частный владелец не хочет вкладывать эти деньги. Соответственно, думает только о своей прибыли и, как это говорят, на наживе. И с этим придется тоже бороться. По словам Андрея Иванова, диалог с застройщиком состоится уже в этом году. И проблемные вопросы, наконец, двинутся с мертвой точки.